Введенный в районе разлива нефти на реке Колва режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в Заполярном районе снят. Лукоил устранил следы нефтепродуктов в акватории и на берегах реки Колва в Неницком округе и республике Комик, которые попали в нее из-за разгарметизации недействующего трубопровода на Харягинском месторождении. Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации нефтегазового сервиса. После проведенного комплекса ликвидационных работ в акватории Колвы и на ее берегах, следы нефтепродуктов не наблюдаются. Ведется постоянный мониторинг состояния воды и прилегающих к реке территорий, сказано в сообщении компании Лукоил. В ходе ликвидации чрезвычайной ситуации были проведены следующие мероприятия. Для локализации нефтеразлива было установлено 6 рубежей боновых заграждений общей протяженностью 7 160 метров. Проведен сбор загрязненного грунта на месте разгерметизации. Всего собрано 72 кубометра грунта. Проведено распыление и сбор сорбентов. Всего распылено более 21 тонны сорбентов. Собрано нефтесодержащей жидкости отработанного сорбента более 45 кубических метров. Все собранные материалы вывезены с места происшествия для дальнейшей утилизации. Задействованные в ликвидационных работах техника, персонал и оборудование готовятся к демобилизации. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня отменен. В настоящее время активная фаза работ на месте разлива уже проведена. Все боновые заграждения у нас сняты. Проводится проверка отсутствия остаточного загрязнения на береговой линии ниже по течению от места утечки. Обследована подводная часть нефтепровода через реку Колова. Дефектов не обнаружено. Напомним, в районе реки Колова 17 октября рядом с месторождением на недействующем нефтепроводе произошла разгерметизация. В водоем попала нефтяная жидкость. Площадь масляного пятна составила 700 квадратных метров. Объем разлившейся нефтесодержащей жидкости около тонны. Администрация Усинска ввела режим ЧС на территории муниципалитета. Позднее режим ЧС ввели и на части территории Заполярного района Ненецкого округа. В ликвидации последствий ЧС было задействовано 189 человек, в том числе аварийно-спасательное формирование «Лукоэлл Севернефтегаза» и спасательного формирования природы из города Усинска. Установлено более 4000 боновых заграждений. Завезено порядка 23 тонн сорбентов. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении недропользователя.